На платформу The Geth поступил вопрос. В 6 главе послания к евреям говорится, ведь если люди однажды озаренные светом вкусили небесного дара и стали сопричастны к Святому Духу, на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего века, но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют Его на посмешище. Так земля, которая впитывает частые дожди и рождает урожай на благо тем, кто его обрабатывает, получает от Бога благословение. Но земля, производящую лишь чертополох и терновник, признают негодной и проклятой, конец ее сгореть в огне. Почему Бог не даст возможности вернуться, если человек отпал от истины? Знаете, вот я это наблюдаю как священник уже много лет, что действительно вот бывают такие случаи с некоторыми людьми, когда они поцерковляются, притом очень активно сроковляются, настолько, что иногда хотят быть священниками, монахами или монашками. А затем, через какое-то время, через сколько-то лет, они отпадают от Бога. Но происходит это чаще всего из-за того, что человек впадает в какой-то грех, и этот грех он более начинает любить, чем Бога, и не готов ради Христа с этим грехом расстаться. Почему потом труднее вернуться? Ну, мы знаем, что это достаточно страшный пример, когда ангелы, часть ангелов, которые имели всю полноту, насколько для них это возможно было, для их природы, ангельские знания о Боге, они от Бога отпали. Ну, и стали то, что сейчас называется бесами. И вот бесы не имеют покаяния. Почему? Потому что бесы, бывшие ангелы, свободно выбрали зло, а не добро. Они выбрали не Бога, они свободно отошли от Бога. И вот здесь, когда человек... Ну, человек, конечно, не всякого сомнения есть смягчает обстоятельства, по сравнению с тем, что было с ангелами, вот в момент, когда часть их отпала. Но тем не менее, когда человек уже почувствовал благодать Божью, он её уже вкусил. И всё равно он выбрал потом грех. Это намного хуже, чем когда человек грешит, не зная Бога. Не обладая вот этим духовным знанием о Боге, вот этих духовным дарами какими-то, которые ему были, может быть, даны. Вот он не знал, поэтому грешил. А здесь он уже узнал Бога. И всё равно выбрал грех. Поэтому не всякое сомнение. Но потом труднее вернуться к Богу. Ну, может быть, это и не совсем, что это совсем невозможно. То, что у людей много смягчающих обстоятельств, по сравнению, как я сказал, то, что у ангелов. Но тем не менее, это намного труднее. Вот я наблюдаю людей, которые, отпав от Бога, они трудно идут. Некоторые из них возвращаются спустя 10 лет. Ну, им намного труднее, чем было тогда, когда они только пришли. Намного труднее. Вот они то придут, то отойдут, то ходят, то не ходят. Их, как, знаете, по жизни мотают, что называется. И вроде бы они не могут, уже они поняли второму разу, если хотите, что без Бога-то жить нельзя. Но и вот прийти туда, опять в церковь, когда они пришли, тоже, может, для каких-то греховной жизни, им тоже намного сложнее. То есть, это невозможно вообще, если вот так сказать. Но труднее. Это вот показывает практику духовной жизни. И здесь дело не в том, что Бог, так образом говоря, обиделся на человека. Нет, конечно, Бог это... Что Бог не может, он не может обижаться на человека. Этому недоступно, потому что это грех. Грех вне... Бог вне греха. Но он... Но сам человек ему труднее, отказавшись на благоди Бога, Божией опять прийти. Вот это некий... Такой возникает препон в душе. Препон в душе. Конечно, можно сказать, что мы все грешим. Чем же мы отличаемся от этих людей? Тем, что вот те, кто в церкви имеется в виду людей. Все же грешат, все грешники, все грешат теми или менее грехами, но даже смертными грехами, пребудеянием, там, и брудом, и даже еще более худшими грехами. Почему же они не отпадают от Бога? Потому что они признают свои грехи за грех. Они готовы каяться и каются в этих грехах. Конечно, каяться несовершенно. Поэтому у них не получается. Так вот, может быть, сразу расстаться. Но все-таки у них есть желание. Когда человек отпадает от Бога, то, о чем пишет апостол, тут имеется в виду не просто, что я грешник, не могу справиться с грехом. А то, что я сознательно, еще раз повторяю, чтобы было понятно, я выбираю грех фактически как духовную некую свою истину. То есть я ставлю этот свой грех, ну, как правило, связанно прежде всего с гордостью, на место Бога. То есть я иначе говоря, грех грехом не признаю по-настоящему. Хотя даже, кстати, может быть, это, знаете, и быть что-то такое, даже на словах-то, ну, потому что там грехи. Но внутренне, вот внутренне человек все-таки поставил на место Бога грех. Он не хочет в грех каяться. Вот какой принципиальный момент. Он не хочет каяться в этом грехе. Он не хочет с ним расставаться. Притом не хочет расставаться именно сознательно. И как вот большинство воцерковленных людей, то есть мы грешим, но пытаемся с ними расстаться худо-бедно. А он не хочет. Вот это нежелание быть с Богом. Нежелание расстаться с грехом – это нежелание быть с Богом. Именно поэтому он Бога отвергает. Ну, и так душа устроена наша, что если мы отвергаем что-то вот так сознательно, если хотите достаточно осознанно, конечно, потом нам это принять, даже, понятно, с точки зрения чисто психологической, это уже будет труднее. Хотя, я думаю, что это вот, в принципе, возможно. Но намного труднее. Намного. Что в душе такое принципиально ломается. Вот намного труднее. Петр, апостол Петр, отказался от Бога. Но он воспринял, как слабость, всю жизнь плакал. Апостол Павел гнал Христа, но он не знал, что это Христос, не знал, что это Бог. Он думал, что он как раз Богу служит. Это вот, все эти вещи – это не отпадение от Бога. А вот когда человек, так сказать, отказывается от… Это то же самое, вот можно сравнить с другим высказыванием уже Христа, кто похолит сына человеческого, тому простится. А кто похолит Дух Святого, не простится. Это то же самое. То есть, тебе Дух обратился, ты внутренне почувствовал Дух Божий, почувствовал Бога, и ты его сознательно не принял. Вот это очень страшная ситуация, страшная вещь. И поэтому мы, конечно, очень должны с вами слушать свою совесть, то есть, то чувство истины, чувство исходя из Бога, которое нам вкоренено при нашем творении, при нашем рождении, творении человека изначально, и которое нам подсказывает, куда все-таки духовно идти. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok